Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих покупках в магазине FixPrice. Давненько я там не была, не тянет меня в этот магазин больше, новинок нет, товара мало, цены растут, как-то скучно мне туда стало ходить, но кое-что у меня закончилось, то, чем я довольно часто пользуюсь, нужно было подкупить. Собственно, с этой целью я один из ближайших FixPrice и посетила. Что же я там приобрела? Повторно взяла вот такую огромную упаковку кондиционера для белья в объеме 2 литра от вот такой вот марки. Здесь аромат Фрезия Солнечная, есть еще Фрезия и Хлопок, Фрезия и Шелк. У меня был, по-моему, Фрезия и Хлопок кондиционер, мне понравился приятный аромат, который остается на белье после того, как оно высохло. Это большая, на самом деле, редкость для дешевых кондиционеров. Этот, назвать кондиционер дешевым, конечно, не получится, он стоит 77 рублей, но если разобраться, то это цена за 2 литра, а 1 литр выходит чуть дороже 35 рублей. Кондиционер понравился. Есть таблица по использованию, здесь можно больше добавлять, меньше, но я и для хлопка, и для синтетики использую одинаковое количество кондиционера 100 мл. Меня устраивает, мне понравилось, я приобрела аромат у Фрезии и Хлопка, аромат мне понравился больше, но здесь он тоже, здесь он тоже довольно-таки неплохой, так что буду с удовольствием пользоваться. Это, конечно, не альтернатива, не замена хорошим дорогим кондиционерам, но для того, чтобы вещи на полчасика какие-то забросить и не тратить хороший дорогой кондиционер, то этот вполне подойдет. Следующее, что я тоже покупаю повторно, точнее, я уже даже не знаю в какой раз, это чехлы для одежды, в этот раз показываю вам не только упаковку, но и сами чехлы, которые находятся внутри. Размер я всегда беру 90, точнее 60 на 90, молния спереди, прозрачное окошечко, очень мне нравятся эти чехлы, возможно, где-то можно найти и подешевле, я не искала, особо не присматривалась, потому что начала покупать в фикс-прайсе, осталась полностью довольна качеством, и не вижу смысла бегать, искать по другим каким-то гипермаркетам, ашанам или где-то еще. Беру всегда коричневые, и хочу показать вам, как эти чехлы выглядят, когда в них уже находится одежда. Вот так выглядит мой шкаф, все мои вещи упакованы в чехлы из фикс-прайс, мне очень нравится, мне очень удобно. Как вы видите, да, вот так этот чехол выглядит в действии, прозрачное окошко, видно, что находится внутри, не очень плотная ткань, но она дышащая, это не какая-то синтетика, как, например, в Икеа продаются такие белые пластиковые чехлы, нет, здесь одежда будет дышать. Что касается молний, молния неплохая, но нужно поаккуратнее с ней, она может убежать, вот там внизу или наверху выскочить, тогда ее придется на место вставлять. Хорошие чехлы, я покупаю в основном именно такой размер 60 на 90, но у меня есть два чехла более длинных, в них у меня находится длинное пальто, и чехлы эти немножечко по-другому выглядят, здесь окошечко сбоку, и молния тоже сбоку. Ну, из-за конструкции моего шкафа длинным вещам висеть не получается, им приходится немножечко так лежать, но ничего страшного. В основном все мои чехлы короткие, в каждый чехол у меня вложено средство от моли, мне нравится, как у меня все это организовано, качество неплохое, учитывая, что я достаю вещи два раза в год, опять же, два раза в год их убираю, вне этих чехлов при аккуратном использовании хватит, наверное, на всю жизнь. Так что могу порекомендовать, но если ими чаще пользоваться, два-три раза в неделю доставать, убирать вещи, я не знаю, может быть, они испортятся. Но в моем случае действительно эта вещь на века. Следующее, что я приобрела, были два коврика под посуду из губчатой вискозы в размере 30 на 40 сантиметров. Такие коврики у меня есть, они служат мне уже практически год, и пришла пора их заменить. Не потому, что с ними что-то стало не так, что там плесень какая-то появилась, или они разлезлись, нет. Выглядят внешне они вполне прилично, но служат очень-очень долго, все-таки нужно иногда менять. По крайней мере, другие девочки, я знаю, меняют такие коврики намного чаще. Я в этом особой потребности не вижу, они выглядят хорошо, и проблем с ними никаких нет. Не знаю, зачем их менять каждый месяц, или пытаться их стирать как-то, но тут уже каждому свое. Стилю я такие коврики на подложку, которую я сделала из пластиковых подставок под горячее. Все это у меня лежит на подоконнике. На этих ковриках я сушу кастрюли, контейнеры, какие-то крупногабаритные вещи, сковородки те же самые, очень удобно. Мне нравится. Цветовая гамма у этих ковриков разнообразная. Я взяла в этот раз нейтральные такие бело-розовые, но под цвет моей кухни лучше, конечно, вы подошли оранжевые, но их в этот раз не было. Мне понравилась эта идея. Пространство в моей кухне довольно-таки небольшое с помощью этих ковриков расширилось. Служат они долго, по крайней мере, мне, и полностью меня устраивают. Следующее, что я приобрела для кухни, это бумажные полотенца от марки Плюш. Стоимость 55 рублей. Вот такой огромный-огромный рулон. По заверениям производителя, один такой рулон заменяет три стандартных рулона бумажных полотенец. Обычно я такие полотенца приобретаю, самые дешевые в гипермаркете ОК. Пользуюсь я ими достаточно редко, поэтому такой упаковки мне хватит, наверное, на полгода. Мне понравилась идея. Один раз в полгода купил такую огромную упаковку и радуешься, и не надо заморачиваться. Но я не знаю, насколько это выгодно, насколько выгодно именно эта цена. Третий, наверное, уже раз приобретаю я в фикс-прайсе влажные салфетки антибактериальные от марки КТ. В других магазинах я не видела антибактериальных салфеток в таких упаковках, но если говорить о салфетках вообще, то в фикс-прайсе, конечно, их покупать не очень-то и выгодно. Ошановские салфетки, лентовские, либо же океевские местного производства, они будут стоить дешевле, чем 50 рублей, а объем у них будет такой же. Ну, может быть, там будет 75 салфеток, это не такая уже большая разница. Цена будет в районе 37-35 рублей, а качество абсолютно такое же хорошее качество. Так что в фикс-прайсе я покупаю только антибактериальные, а все остальные буду покупать в других гипермаркетах. Что я делаю влажными салфетками? Протираю ими все, и в гостиной, и в спальне, и на кухне тем более. До чего рука дотянется, все можно протереть, никакой липкости после высыхания не остается, так что я полностью довольна. Также я уже не первый раз покупаю вот такие маленькие салфеточки в фикс-прайсе. Это, опять же, марка КТ. 10 рублей одна штука, здесь 15 салфеточек. Удобно в сумочку положить, в дорогу взять. Мне кажется, универсальная вещь есть уже практически у всех, кто посещает такие магазины. В этот раз я взяла три такие упаковочки. Я ими протираю обувь. У меня такие упаковки, ну, помимо того, что в сумке лежат, они еще лежат в прихожей. Очень удобно, много места не занимают. Также на пробу взяла две упаковочки розовых салфеток детских. Китс. Я не знаю, пахнут они чем-то или не пахнут. Ну, ими, я думаю, точно так же можно протирать руки, протирать обувь, и все, до чего вы дотянетесь. Так, теперь хочу показать немножечко косметических покупок. Их совсем мало, потому что в фикс-прайсах каких-то суперновинок интересных нет. Чего-то очень для меня полезного там тоже нет. Но пополнила я свой запас вот таких ведерок от марки Фитокосметик. Взяла я вот такую вот глину для тела, лица и волос, очищающую черную вулканическую камчатскую. Я ее уже пробовала. Обычная глина, на лице подсыхает, поры стягивает. Собственно, это нормально. Все глиняные маски этим занимаются. Они все стягивают поры. Насчет матирования пока что ничего не скажу. Аромат довольно-таки приятный. Мне эта глина понравилась. Да, она стоит недорого, 55 рублей за банку. Объем здесь 155 миллилитров. Но я рискнула, нанесла это себе на лицо. Никаких проблем, ничего страшного со мной не произошло. Также я приобрела глину очищающую голубую байкальскую. Она не только очищает, но еще и омолаживает. Она серого цвета. Но я ею пока не пользовалась. Я понимаю, как можно наносить глину на лицо. Я регулярно этим занимаюсь, на тело. Но я абсолютно не понимаю, как это наносить на волосы. И хорошо ли это будет потом с волос смываться. Не знаю. Как-то я побаиваюсь. Ну, если кто-то из вас пробовал наносить на волосы, расскажите, действительно ли работает. И как вообще после этого себя чувствуют волосы. Потому что держать ее нужно аж целых 20-30 минут на волосах. Да, как-то мне страшновато. Ну, эту я тоже, разумеется, когда-нибудь баночку попробую. Последняя баночка от этой марки – это крем для тела и рук, омолаживающий с маслом миндаля, экстрактом ромашки и с алоэ. Вот такая баночка, белый крем. Я пока что ее не открывала. Буду использовать для того, чтобы наносить на локти. Маленькая баночка, но я думаю, для этой цели хватит ее надолго. Интересно будет попробовать. Но пока что у меня есть, что на локти мазать. Но для этой области у меня всегда отдельный крем. Вот какая-то я такая странная. А что еще? Женские штучки-дрючки покупаю регулярно. Меня устраивает качество. Меня устраивает количество. 14 штук за 50 рублей. Это просто супер. Это, конечно, не овес. Это, конечно, не что-нибудь типа либрес. Но оно работает. На самом деле работает. И почему бы не приобрести? Также еще одна. Я, по-моему, уже третий раз покупаю коробочку вот такая прокладок Ола. Это ежедневки без аромата. Две капельки. Я люблю такие вещи. Я их использую регулярно. Я не хочу за них сильно переплачивать. Обычно покупаю в Ашане. Но до Ашана я еще доберусь не скоро. А фикс-прайс все-таки несколько поближе. Стоимость до 55 рублей. Ну, а теперь еда. Наконец-то в моем фикс-прайсе появились бонги со вкусом Ранч. Это такие чипсы от марки Кэйч. Ранее я покупала флайты вот такие с беконом. Вот такие. Ну, химозина-химозина. Состав лучше не читать, чтобы не пугаться детям. Такие чипсы давать, как мне кажется, строго воспрещается. Но я взрослый человек. Я несу целиком полностью ответственность за свое здоровье. И понимаю, что употребляя такое... В общем, ничего хорошего для своего организма я не делаю. Но очень хотелось мне попробовать именно эти бонги. Их так расписывала Вероника Никоко, что хотелось пойти купить сразу 10 пачек и все это стрескать. И получить такое же удовольствие, которое получила она от их употребления. Но, если честно, меня они немного разочаровали. Я ждала чего-то прямо вау. А получила такой странный, непонятный вкус. Да, вроде бы здесь сметана и лук. Но тот же лейс со сметаной и луком мне нравится намного больше. Второй раз я эти чипсы покупать не буду. Никакие. Их здесь 4 вида. В общем, не хочу. Я больше с этим заморачиваться. Хотят цена 25 рублей за упаковку в 40 грамм. Но лучше я лейс куплю. Тоже вредно. Но, по крайней мере, мне интереснее именно лейс. Вторая упаковка вредной еды – это лепешки пшеничные мультизлаковые. Девочки, которые практикуют полезное питание, они все плюются в сторону этих лепешек. Но моему мужу эти лепешки нравятся. Он их ест вместо хлеба, когда они есть у нас в доме. Мажет майонезом. И с супом или со вторым очень даже неплохо у него эти лепешки улетают. И с вареньем, кстати говоря, в том числе. Но мой муж может себе позволить есть такие лепешки. Он сколько бы ни ел, не поправляется. Я же такое есть не буду. Мне это просто неинтересно. Их нужно перед употреблением обязательно разогреть. Тогда пропадает немного такой кисловатый вкус пшеничной муки. И они более вкусные получаются. Но мы об этом совсем недавно узнали. Да, кстати, их еще можно использовать для приготовления разных роллов, разных блюд типа шавермы. Ну, муж ест так. Ему нравится. Иногда покупаю. В общем, нравится, пусть ест. А что еще я приобрела? Макарошки Pasta Collection. Не было моих рожков любимых. Поэтому я взяла спиральки. Вот такие спиральки. Одну пачку 25 рублей за 400 грамм хороших макарон из твердых сортов пшеницы. Я считаю, это неплохая цена. У меня в запасе всегда пара пачек именно этих макарон от фирмы Pasta Collection есть. Варятся быстро. По вкусу неплохие, хорошие макароны. Они развариваются в кашу. Вода не мутная. Все хорошо. Нам нравится. Так, из сладкого что еще пропали? В моих фикс-прайсах ягода протертая с сахаром. Абрикос. Пропали эти баночки от марки Assartel. Но зато нашла я вот такую огромную банку. Это джем абрикосовый. Кто это, кстати говоря, делает? Это оригинал S. Россия, Московская область, Павловский Посад. Объем этого джема 500 грамм. Состав хороший. Сахар, абрикос, загуститель, пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, сорбат, калия. Реально натуральный состав. Ничем не хуже, чем у Assartel. А объем побольше. Стоит, кстати говоря, тоже те же самые 50 рублей. Единственный недостаток этого джема, его нужно съесть за 3 дня. Вот открыли упаковку и сразу начинайте есть. А здесь полкило. И ест такой абрикосовый джем только мой муж. И он, как назло, уехал в командировку, и мы так и не смогли. И вчера он, кстати, пек блины, и мы не смогли попробовать этот джем, чтобы вам рассказать, хороший он или нет. Похож он на Assartel или нет. Но когда муж приедет, он обязательно попробует этот джем. Надеюсь, ему понравится. Но я не люблю абрикосовый. Я больше клубнику люблю. Уж что-нибудь такое же интересненькое. А абрикосы нет. Это не ко мне. Также к блинам приобрела я вот такую сгущенку. Цельное сгущенное молоко с сахаром. От Волоконовского консервного комбината. Это город Белгород. Состав этой сгущенки очень неплохой. Молоко нормализованное. Сахар и лактоза. Видела я в фикс-прайсе разные сгущенки. И там состав был намного более химозный. Да, подсмотрела я это сгущенное молоко у Ланы Светланы. Захотелось мне попробовать. Здесь объем довольно-таки большой. Тоже пол-литра. Я редко позволяю себе такие вещи. Но вот почему-то захотелось. Кстати, по вкусу эта сгущенка очень приятная. Неядрено сладкая. Мне понравилось. Но бегать за ней каждый раз, когда у меня будет заканчиваться такая упаковка, я, конечно же, не буду. Хотя в запасах пусть стоит. Есть она не просит. И на самом деле вкусный, хороший продукт. Ну и, конечно же, здравокрекер. Куда без него. Вот такой замечательный здравокрекер. У меня дома есть почти всегда. Бывают, конечно, моменты, когда у меня его там 2-3 недели дома нет. Скучаю, очень скучаю по этому печенью. Поэтому прихожу в фикс прайс и беру обычно сразу пару пачек. Разлетаются быстро. Еда, конечно, не самая полезная. Но очень-очень-очень вкусный здравокрекер. Вот такие мои покупки. Практически все повторное. Никаких суперновинок нет. И фикс прайсы меня все больше и больше разочаровывают. Кстати говоря, про карты у нас на кассе молчат. Видимо, у нас в Петербурге эти карты до сих пор не работают. Ну, очень даже жалко. Очень грустно. Ну, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Пока!